С одной стороны самый настоящий офис, неприступные стены, освещение и даже магнитный замок. А с другой стороны это всего лишь обычная мусорка, но образцово-показательная. Посмотрели, как люди живут? И хватит. Вроде бы окраина, заводской район, Орджоникидзе 44, а совсем другая планета. Но пора спускаться с небес на землю. Родная, привычную глазу картина здесь. Центр Саратова, улица Московская. Ржавый металлический бункер с пересыпающимся через край мусором посреди тротуара. И конечно же вереницы мусорных баков вдоль домов на соляной. Зрелище не ласкает глаз, а порой и заставляет вывернуться наизнанку желудок. Свой первый декабрьский снег председатель ТСЖ детский парк Александр Алексеев встречает у мусорных баков. Объекта постоянного беспокойства и причины бессонных ночей. Недавно он и все его коллеги по управдомному цеху получили письма счастья из городского комитета ЖКХ. Баки вернуть на придомовую территорию, а площадки под ними и вокруг благоустроить. Он с таким трудом добивался их ликвидации с тесного двора, а теперь все сначала. Во-первых, у нас раньше была площадка под вывоз мусора на территории двора. Но это противоречило законодательству. Законодательство в чем противоречило? Сейчас я вам вот это покажу. Значит, нормы какие. Санитарные правила содержания территории населенных мест. Есть. Санпин. Он, правда, древний Санпин, еще со времен, скажем так, Союза существует. Но его никто не отменял в части. Здесь о чем говорится? Что площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских, спортивных сооружений, мест отдыха населения не менее чем 20 метров. Ну где вы представляете, на территории двора 20 метров можно установить, куда можно установить эту площадку? Через СМИ мир увидел предложение по благоустройству мусорных площадок. Теперь баки должны стоять на бетонной поверхности. А в зависимости от типа и количества иметь вокруг себя некую металлоконструкцию и располагаться на придомовой территории. Как говорит исполняющая обязанности главы комитета ЖКХ Наталья Даниленко, все это требование новых правил благоустройства. И все должно решиться без особых проблем. Если нет возможности установить обратно во двор, то есть нет и подъезда, то есть можно эту площадку контейнер установить вне территории дворовой. Опять же нужно подобрать будет место, мы эти места также согласовываем. Если есть возможность, она не занята никакими третьими лицами, можно оформить документы безвозмездное пользование данным земельным участком. И, соответственно, установить там эту площадку, но ее содержать надлежащим образом. Механизм переноса площадок с картинки на улицу следующий. Управляющая домом организация согласовывает участок с муниципалитетом и на собранные из жильцов деньги возводят вокруг конструкцию. Мы обратились в строительные организации для расчета стоимости навеса. Первый и самый простой вариант, но без бетонного основания, обойдется жильцам в 17 тысяч, и это только за материал. А вот уже площадка длиной почти 8 метров, сделанная по всем канонам. Тут уже цена приближается к 100 тысячам. Форма этих укрытий для баков не имеет ни отдельных дверей, и защиты от рассыпания мусора по двору. Однако, комитетом по архитектуре согласовано. Ну, смотрите, в плане защиты от животных, все-таки там есть ограждение. Понятно, что мы не можем закрыть абсолютно в полную коробку, это невозможно. Поэтому ограждение, как по трем сторонам и сверху навес от птиц, например, я думаю, что это как бы будет защищать. В плане того, что если будут переполнены, ну, во-первых, есть опять, есть это ограждение, есть территория, на которой размещены эти мусорные контейнеры. Я думаю, что как бы так как есть ограждение, вряд ли это хотя бы будет находиться за пределами этой территории. И это будет уже как минимум спасать ситуацию. Содержание территории таких площадок, опять же, бремя жильцов, управление отходами, чьи доходы и строятся на всем этом мусоре, в этой пищеварительной цепочке выступает как невинная жертва. По словам заместителя директора по экономике Юлии Медведевой, с их новым тарифом они только сейчас вышли на уровень собираемости денег 85%. А обустраивать площадки под собственный бизнес им закон не велит. Мы купили свои автомобили, да, мы купили свою технику, которая занимается мусором. Мы создали комплексы современные по сортировке, по обработке и по захоронению этих отходов. Соответственно, то, что касается контейнеров и благоустройства площадок, опять-таки у нас есть разъяснение Федерального органа исполнительной власти, это Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, где сказано, что контейнеры и бункеры могут приобретаться как собственниками помещений в МКД, так и органами местного самоуправления, так и рекоператором. Но рекоператор расчет регулируемые виды деятельности. То есть наш единственный источник финансирования исключительно тариф. И опять-таки, согласно основам ценообразования и обязательствующим указаниям ФАС России, у нас затраты на приобретение контейнеров могут составить не более 1% от необходимой валовой выручки. То есть, допустим, на 2019 год это составляет порядка 16 миллионов, и при средней цене в 10 тысяч за контейнер можно приобрести 1600 контейнеров. Это позволит нам обеспечить только на 7% всю потребность, которая как бы у нас есть. Как говорит депутат Евгений Чернов, благоустройство площадок возможно и за счет городского финансирования. Накануне он внес поправку в муниципальный бюджет о выделении 10 миллионов рублей. Чтобы мы начали выделять бюджетные денежные средства на то, что нам принадлежит и то, что мы обязаны делать по закону. То есть мы их должны обустроить. Эти жители не должны за это платить в данном случае. А потом их передавать уже в нормативном состоянии в аренду, и они пусть их дальше уже поддерживают и содержат. Многие жильцы становятся свидетелями, как мусоровозы небрежно сминают уже выстроенные конструкции вокруг баков. Их в свое время делала компания «Мехуборка» – предшественник регоператора. Новые площадки может ждать такая же участь. Наверное, практический опыт говорит нам о том, что мёд ничего не будет, поскольку практика установления ракушек, в том числе и по московскому кругу и многим другим субъектам. Соответственно, это предотвращает попадание атмосферных осадков в отходы. Это отходы более высокого качества, и тем самым можно будет больше отсортировать надлежащие фракции того или иного отхода. При этом регоператор не прогнозирует повышение тарифа в связи с благоустройством мусорных площадок, по крайней мере, до конца года. А содержание и так входит в оплату жилья. Она не должна повышаться, потому что она изначально уже в тарифе присутствует. Это обязательные работы, которые должны будут проводиться в весенний, вернее, в летний период, в зимний период. Эти все наборы работ, он присутствует. Таким образом, кормушки не только для собак и птиц скоро обретут уютные дома из болтов и железных листов. Вплотную заняться этим вопросом управляющим компаниям рекомендовано с весны следующего года.